Зайчик. Отзываете на зайчиков? Нет. Это его подружка. Он уже кладет. Кушу. 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 Ага. Как я говорила, нам все по-разному сюда животные попадают. Иди, мой мороз. Вот. Иди, я тебя погладю. Иди, мой мороз. Я тебе тоже кашки принесу. Иди сюда. Как наш базик. Он мог прижаться так. Ага, прижался тут погладить. Кусанье вот черемата. Да, да. Если вот хотите, можно вот бочок только. Ага. Такой балдежник. Это у нас вот вообще ручной. Его вот администратор, который для меня работал, Лариса Руслан. Знаете, как он попал? Родители в Москве завели своему ребенку лисенка. А он как начал там все драть. Ага. И... Осторожненько, да. Ну, какой тепленький, мягенький. Лук. Завели лисенка. Да. И потом поняли, что дома содержать его очень сложно. Куда девать? Жалко бросать. И вот привезли нам. В чем вообще думали, когда заводили в городе? Я не представляю, да. Тем более от них и запах. Морда красивая. Они все дерут. Он, конечно, зимой он красавчик у нас. И вот его вырастили, можно сказать, на подушке, поскольку он тоже плакал. Ему не хватало мамки. И он спал на подушке, у нее вот тут есть волоса. И с ним она гуляла, его кормила. И все. Когда он стал подрастать, это уже стало проблемой. И вот сделали для него вольер. Одному ему стало грустно, он стал скучать. Ну что, надо подружку ему найти. Он смотрит, щурит. По охотникам стали спрашивать, где, чего, может быть, где-то вы видите, услышите. Привезли ему Алиску подружку. И родители. Лиса Алиска. Он там немножко черненький. Видите, черновая. Да, да, да. И теперь у них рождается каждый раз по пять щенят. Четыре рыжих и один черный обязательно. И мы думаем, откуда чья прабабка согрешилась негром. Каждый раз. Вы представляете? Такая интересная получается у нас компания. И доминошка, он помоложе, он, конечно, более пугливый. Бук, он ручной, мы с ним гуляем в хватке. Вот здесь у меня поводок лежит. Вот я приду, покормлю кашкой. Потом, если будет возможность, одену палабыку, мы с ним ходим. Он сначала очень тяжело отходит от клетки. У него свой ритуал. Потом он бежит быстро, как зайца. Надо понять, да. Я его отсюда оттаскиваю. С трудом его утаскиваю на ту поляну. А потом его домой не загляну. И он меня вот так вот гоняет. Никаких тренажеров сюда. Кто кого выгуливает. И я за волком бегаю. Вот здесь так понимаю, что ему хочется побегать. Хотя здесь мы тоже им здесь отсоздали. Лесной все-таки. И вот здесь у них есть. Но подкоп к зайцу, это я очень понимаю, да. Да, он чувствует запах. Конечно, как ни грути. У зайца там, наверное... Кондратий. Бедняжка-заяц. Приезжайте зимой. Да, щенков потом раздают. Мы даем обычно объявления. Либо в зоопарке куда-то. Ладно, я же тебя не съем. Но мы стараемся, чтобы не брали себе домой. Защищать. Защищать этого. А в лес нет? Они уже в лесу не выживут? Да почему выживут, конечно. Просто у нас в лесу очень много лис здесь диких. И так? Да. Да. Даже их надо бы отстреливать, но нам их всех жалко очень. Они для нас тут чуть ли не родные. Один раз я ездила кормить кабанов. И вы знаете, у меня теперь к ним совершенно другое отношение. Я почему-то думала, кабаны это страшное животное. Агрессивное. Да, что-то такое. По крайней мере пугает, что мы с ними сталкиваться нежелательно. Это просто поросеночек переросток. Фунтик? Да. А вы знаете, на самом деле они тоже... Запах. Конечно, от них мощные овощи просто. На самом деле они тоже беспомощные. В общем-то животные нуждаются в защите. Потому что зима, глубокий снег, а они ножки-то коротенькие. Им добраться до корешков, до какой-то пищи очень сложно. И вот мы на лошадях, по сугробам, по буеракам, хвост поваленные деревья. Мы кладем на лошадь огромный мешок овса. И там вот такие же кормушки, как у овса. С сеном, наверное, зима. И мы им закладываем зерно. Для кабанчиков это вы рассказываете? Да, да. Для овеней тоже, наверное, если не способны. Да, если бывает, то одежка тоже. А здесь вот у нас... Кроликам не подкопаешься. Да. Везде. Там огромный кроль. Рыжего, помните? А, вон он. Красавца. Иди сюда. А здесь вот у нас маленькие. Идите сюда, малышки, идите. А вон справа они у вас. Да. И вон там еще их много, на самом деле. Это мама-крольчиха. Уже, правда, они подросточки. Они не настолько маленькие, но все равно меньше. Дай другому, вон, серенькому дай. Этот мы уже дали. Это мамочка. Вот серенький кушает. Милые, да? Мордочки такие. Особенно маленькие-то все милые. Такие хорошенькие. Вот. Это вот у нас большой. А вот как они чистенькие. Ведь их не вылизывают. Не вылизывают. Они как-то все. Сами, да? Это вот папа. Он здоровый. Дай ему что-нибудь. Сейчас. Посмотрим. Кать, ты что ему давала? Подсмотрим. Ой. А одуванчиков одного? Одуванчиков не вижу. А я кревер нашла. А сейчас я не вижу ничего. Вот. Мама тоже кушает. Ладно, я не вижу. Остальное я не знаю. Можно металли. Вот к тебе смотри, сколько сбежалось. Да. Сейчас. Вот это попробую. Вот такое будем мы, нет? Я не знаю. И не кормить. Не надо. Мама с удовольствием. Она мам разбирается. Они... Не-не-не-не-не. Они очень даже не берут то, что им не надо. А тут даже не сомневайся. Нет, это не правда. Это действительно не ограничено. Хорошо. Так. Это кто здесь раскричался? Фазан? А это кто у нас? Индюшки? Нет. 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 Тебя ждут. Чего там? Да-да-да. Да-да-да. Нет. 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 Нет.